Подписчики и читатели блога, и сегодня мы с вами продолжаем урок по обучающему видео по удару Квартена. Разобьем его на две части. Первую часть я поназвал его «Как что делать?» и дальше, понятное дело, что кто виноват. То есть более теоретическая часть будет. Вторая, тем кто неинтересно, можете не смотреть. Первая часть, что делать? Что самое важное нужно сделать в одноручном ударе Квартена? Это довернуться так, чтобы у нас был доворот корпуса, таким образом, чтобы мы завели ракетку положением над плечом. То есть мы делаем движение таким, чтобы оно заводилось. То есть очень амплитудное движение должно произойти для последующего выброса корпусом и раскрутки рукой. Это первый момент. Второй момент. Еще раз повторимся. Это замах, скажем так, горизонтальный. Не вот такое положение ручки ракетки, а горизонтальный замах. Мы делаем раз движение, такое практически горизонтальное движение. Третий момент. А это движение ракетки после замаха. Мы ведем ракетку параллельно в фон. Параллельно в фон и ведем дальше зеркалом в пол. Вот так. Четвертый момент, который нам необходим, это движение корпуса, которое толкает, разворачивает. То есть мы ведем ракетку параллельно полу и толкаем ее, на самом деле, туда вперед. И пятый момент это разворот и движение ракетки вверх, концом ракетки, вперед, примерно по направлению удара. То есть куда я хочу направить удар, туда я и веду движение ребра ракетки, именно конца ракетки. То есть если смотреть на камеру, то это выглядит вот так. То есть я показываю туда. Движение лопаток должно быть, еще раз напоминаю, вот таким. Не вот таким, а вот таким. Ну вот теперь давайте еще раз посмотрим, как это будет с мячами. Я сейчас специально буду бить мячи, не давать им отскочить. То есть достаточно высокие мячи. И по линии. Надеюсь было видно, да, что разные направления, разные вращения мне позволяют, в общем, собственно говоря, бить туда, куда я захочу. Короткий мяч, косой мяч, длинный мяч. Одним из преимуществ удара Куртена это является то, что мы можем ударить разные высоты мячей. И для этого нам не нужно как бы подстраиваться. То есть подробнее расскажу во второй части, да. Но это одно из преимуществ. Вот сейчас я показал, что достаточно высокий мяч. Да, кажется, что его бить не очень удобно. Но на самом деле ничего как бы страшного в этом нет. И это одно из преимуществ удара Куртена. Его больше, скажем так, вариативность по сравнению с другими ударами, одноручными, которые выполняют все остальные игроки. Сейчас перезарядимся. Делаем паузу. Еще раз посмотрим с разных точек, да, как мы делаем это движение. То есть еще раз, если смотреть на игрока сбоку, то я довернулся сюда, провел так движение. И провел его сюда. Так, так, так. Развернулся. Разворот. Идет движение корпуса. То есть я толкаю корпус, да, и начинаю, да, по этому движению поднимать. Удар Куртена, да, можно сравнить немножко с ударом надаля, который мы называем удар лассо, да, то есть вот это вот движение. То есть немного другой механизм вращения. То есть вращение происходит из-за поворота, из-за поворота корпуса, да, и движения ракетки, да, вверх ребром. И это, да, опять мои критики скажут, ну это все делают, да, поднимают руку вверх, да, посмотри на всех одноручников. Ну, во-первых, не все, да, и во-вторых, самое главное, что здесь сохраняется положение кисти, да. То есть мы не делаем поворот кисти вот такой, да, то есть или вот такой, да, поворот кисти, как делают многие игроки. И это на самом деле большое облегчение для игры, большое упрощение на самом деле. То есть если вы сохраняете кисть, да, не поворачиваете кисть, то у вас механизм немножко другой происходит. То есть включается больше корпус и большой рычаг руки, да, то есть еще раз повторюсь, да, то есть вот здесь мы смотрим на камеру, да, то я делаю движение вот такое, да. Не вот такое, да, такое, как очень часто мы видим, как вот тут все красиво, вот так вот пистью выкручивается движение, да. На самом деле теряется скорость, теряется сила, да, вот на этом движении, да, у нас не теряется сила. Где может повернуться кисть? Вот кисть может повернуться, да, только вот здесь. Вот здесь она уже может повернуться сюда. Куртен иногда поворачивает кисть. Но в большинстве случаев так кисть и остается вот в таком положении, да, то есть зеркало ракетки ребром смотрит примерно в направлении полета мяча. Это очень важно понимать именно для биомеханики движения самого удара. И еще разочек мы как бы вторую, первую часть закончим на разных ударах, то есть высокий удар, низкий удар. Смотрим, как это происходит. Короткий удар, да, вот примерно так перезарядимся. Ну и вторая часть более теоретическая, она будет более занудная тем, кто не хочет, пусть поступает к выполнению первой части, да. Но вторая часть, она очень важна, опять-таки, для тех, кто хочет избежать больше ошибок. Итак, посмотрите внимательно, да, вы обязательно сделаете эту ошибку. Все делают эту ошибку, да. Удар наносится следующим образом, да. То есть когда мы делаем движение, вот проще всего это понять на фоне. То есть удар наносится так, что первый касается, да, фона, кисть. Видно, что я коснулся у нас кисть, да. И дальше я поворачиваю корпус, происходит точка удара. То есть за счет поворота корпуса происходит удар, да. Надеюсь, это было и видно, и слышно. Попробую подальше, может быть. То есть вот я подвел ручку, да, и поворот корпуса, удар, движение. Вместе это выглядит так. Вот такое впечатляющее движение, в такой гулке удар получается, да. То есть это как бы иллюстрирует, почему так происходит, да. Очень простой тренажер, можно на сетке делать, можно на фоне делать, да. Но именно почувствовать, что ручка впереди, головка, за счет вращения корпуса, да, за счет положения корпуса, да, она идет сюда. Это один момент, который важен в понимании удара, да. И, как ни странно, это является одним из недостатков этого удара. То есть мяч как бы немножко нужно запускать, да, то есть чтобы он запускал. То есть вот в этой точке не страшно, если я его ударю. Вот в этой точке не страшно ударить. Вот страшно, если я его ударю вот в этой точке, да. То есть я уже повернул корпус и сделаю движение такое. И вот в этой точке, да, у нас мячик будет съезжать со струн. Как бы мы дальше вверх не поднимали, да, я сейчас покажу эту ошибку специально, потому что она обязательно у вас выскочит, да, и вы не будете знать, что с ней делать. На самом деле делать очень просто, да, надо дожидаться мяча и только, да, как бы запускать ее за ручку, да, и тогда у нас любой удар будет стабильно вращаться и попадать в корт. Давайте сейчас еще раз посмотрим, как это будет. Ну, не знаю, как это будет видно на камере, честно говоря. Иногда бывают такие нюансы, думаю, что все хорошо, на камере выглядит совсем не так. Еще раз покажу, да, то есть если я бью вот в таком положении, да, как бы хорошо я не вращался и не делал движение, это будет ошибка. Вот я сейчас еще раз специально первый мяч я покажу с ошибкой. Видите, он срезается. А если я дожидаюсь мяча, вот опять срезался, да, опять срезался, да, мяч, то есть я слишком рано ударил. Когда запускаю, то спокойно у меня идет удар. То есть я должен немножко запустить сюда, да, и потом это вращение уже подхватывает мячик всегда. То есть вот такой момент, который, ну, как бы он с одной стороны сложный, с другой стороны, в принципе, не такой сложный. То есть если вы понимаете, что нужно, чтобы ручка ракетки немножко опережала головку, да, то ничего страшного в этом, как бы в этой ошибке, и исправления ее нет. Второй момент, сейчас мы поговорим о высоте удара. Ну, вот я специально соорудил такой, как бы наглядный тренажер, ну, вернее, не тренажер, а, скажем так, объяснялку, да, это можно нарисовать, можно, как бы, сделать так же, как я, можно взять обруч, в принципе, не важно, что это будет, важно, что это вот такой вот полукруг, на котором можно понять, как отбивать низкие мячи, как отбивать высокие мячи. То есть если я захожу и делаю движение сюда, вот здесь у нас все понятно, да, то есть я ударил в этой точке. Да, теперь я опять-таки начинаю заходить и делать движение сюда, у меня вот эта точка. Теперь опять захожу, делаю движение сюда, эта точка, эта точка, да, ну, и так далее. То есть мы можем подниматься очень высоко, то есть практически бить выше головы, да, собственно говоря. То есть если я подниму данный тренажер чуть выше, да, я могу, в принципе, ударить вот здесь, вот выше головы. Такого, собственно говоря, ни один одноручный удар сделать не позволяет. И поэтому удар Куэртена, в принципе, он хорош и на грунте, да, и вообще, ну, как бы, то есть он более вариативен для высоких отскоков, чем, как бы, другие удары. Когда мяч отскакивает высоко, одноручники что делают? Да, они начинают резать обычно, то есть уже защищаются. Но ударом Куэртена, да, то есть вот если посмотреть, опять-таки, вот на движение сбоку, да, то есть все равно то, о чем я говорил в первой части, да, что сделал Куэртен, собственно говоря, он постарался минимизировать удар-эффект Дженебекова, то есть неизбежный поворот ракетки, который происходит при ее перевороте, подходе к точке удара. И что происходит здесь, да, ребро-ребро-ребро, то есть идет подъем ребра так, как будто бы это подъем крыла самолет, то есть который идет на взлет, да, и поэтому движение происходит таким образом, что у нас, да, то есть мы ударили сюда, да, и начинаем подниматься, подниматься, подниматься вверх, да. Этому способствует еще и вращение вокруг ноги. Какой еще момент важен, да, вот что произойдет на высоком мяче? Многие скажут, ну какое же крыло здесь, да, на высоком мяче, а вот так вот, тогда вот посмотрите, то есть вот в таком положении, в таком положении подводится под мяч, да, то есть вот в таком положении, то есть опять-таки ребро идет вот так, да, движение. То есть все равно, да, то есть наклон, наклон зеркала, он остается к точке удара. И это вот такое, как бы, открытие кортены, которое почему-то не очень специалисты оценили. Не знаю, по какой причине уже, я уже говорил про это, да, что иногда я не понимаю, почему специалисты не идут за тем или иным ударом, да, хотя он, на самом деле, объективно может показать гораздо лучшие результаты, чем остальные. Ну давайте сейчас еще раз посмотрим. Может быть вот посмотрим с этой точки вот так спереди, чтобы было еще тоже наглядно видно, как происходит туда. Ну вот посмотрим, что впереди у нас происходит с ударом, чтобы раз с разных точек мы видели производные удары. Ну вот, примерно так, да, я думаю, сейчас еще объясним одну очень важную вещь. Переспаузу. Ну вот, кто-то уже видел, да, это те, кто внимательно смыслит за моими видео, да, то есть это еще одна биомеханическая модель, на которую я, собственно говоря, никак не могу повлиять. То есть это ракетка на двух подшипниках, да, то есть ручка закреплена на двух подшипниках, да, и малейший мой поворот приводит к тому, что зеркало поворачивается. На ней мы можем опять-таки, да, проследить, да, то есть я уже показывал одну биомеханическую модель, как она работает и когда по суставу, а теперь как по повороту. Да, то есть если мы разгоняем ракетку и делаем движение, да, у меня движение практически, да, то есть вот смещение, смещение линии, да, оно вот такое, видите, да, то есть было так, вот так стало. То есть вот это и есть минимизация движения. Понятно, что если мы говорим опять-таки о эффекте Дженебекова, то он здесь минимален именно из-за того, что мы ведем все время, стараемся вести все время ребром-ребром-ребром ракетку, да, и опять-таки, когда мы стараемся это сделать, да, то у нас движение кисти, да, движение кисти моей должно быть таким, что после удара, собственно говоря, ракетка не меняется. То есть вот если сейчас я вот повел и удерживаю ее, да, еще раз вот показываю вот в таком положении, то есть линия у нас вдоль ребра, да, если я удерживаю ее, она у меня так же и остается, да, почему она осталась так же? Потому что я повернул кисть вместе с эффектом, да, и ракетка, несмотря на то, что малейший ее поворот, да, приводит к тому, что она начинает вращаться, но при этом, да, я могу вести ее вот так, да, то есть поворачивать ее так, как она бы вращалась вместе с эффектом. То есть, опять-таки, любой профессиональный удар не препятствует эффекту, а как бы дружит с ним. И для многих это не нужно, собственно говоря, я много раз уже говорил, то есть те, кому теоретически не важно, что происходит, и не смотрите мои видео, не нужно вам это, да, не нужно вам знать физику, обойдетесь вы и без математики, да, прекрасно, да, я не настаиваю, что делайте только так. Я просто показываю, что происходит, да, на биомеханических моделях, как я себе это представляю, возможно, где-то есть ошибки какие-то, да, но пока я, как бы, не видел никаких оправданий таких, да, что кроме как таких бранных слов и глупости, что эффект Дженебекова происходит только в космосе, только в космосе он происходит, да, кроме этой глупости, да, больше никаких аргументов мы не слышим. Вот, тем более, что, собственно говоря, сам эффект давным-давно открыт, да, то есть больше двух веков и описан, да, вот, почему это не используется в теннисе, для меня тоже загадка, да, я не использовал по очень простой причине, я тоже не знал о нем, да, то есть когда я узнал, я стал использовать в своих тренировках и о показах, да, и использовать это на моделях, это, опять-таки, я говорю, да, очень легко проверить, это элементарно проверить, да, не обязательно сделать такие сложные механические модели, как я, вот, но это элементарно проверяется на простых движениях, да, на простых движениях вы сделаете движение соответствующее, да, и у вас получается отличный удар. Не дружите с эффектом Дженебекова, да, будете рассказывать, что, да, я сегодня не поспал, не поел, да, и ошибаюсь. Ну, ради бога, у каждого свои, как бы, заблуждения. Итак, еще раз, да, еще раз покажу, наверное, как на этой ракетке, то есть если я вот малейшим образом ее, да, то есть вот чуть-чуть я, да, чуть-чуть ее сдвинул, да, она сразу меня повернулась. Вот я, да, вас, вам показываю, то есть малейшее движение, да, и она начинает уже, да, вращаться. Но, если я вращаю ее вместе с эффектом, да, то у меня движение удара произошло, а линия, как была на ребре, так и осталась на ребре, да, несмотря на то, что я говорю, что малейший поворот, да, и все, да, то есть она уже очень подвижная. Вот это доказывает, что если рука дружит с эффектом Дженебекова и выходит в это положение, то есть, собственно говоря, объясняет, почему работа в кисти должна быть именно такой, да. То есть если у меня ракетка не шелохнулась, хотя она, да, очень чувствительный прибор, в данном случае это модель, значит, удар произведен правильно. Если она начала крутиться, значит, движение я где-то пережал, где-то добавил кистью, еще что-то сделал неправильно. То есть это такой показатель того, правильно мы сделали удар или неправильно. Так, сейчас еще делаем паузу. Вот сейчас мы почти завершаем наше видео. и сыграем еще раз немножко на камеру, да, чтобы было с другой точки, было хорошо, понятно, что происходит. Ну вот, собственно, практически на этом мы сейчас и закончим. Единственное, что еще раз покажу, как можно пройти тест. Сейчас покажу тест. Еще раз делаем паузу. Итак, для тех, кто не видел, какой я придумал тест, еще раз поясняю, да, это мяч, который лежит на пробочке от бутылки. Пробочки любые, в принципе, не важно, может, потом я еще придумал там с бутылки бить, ну, не важно сейчас, да, то есть просто ставим, да, для того, чтобы было минимальное расстояние до предмета. Как проходить тест? Да, как я уже говорил, вам необходимо, чтобы в момент удара ручка оказалась впереди. Да, вот я специально положил по линии мячей, положил палочку, да, чтобы видно было, что ручка моя оказывается впереди. И когда я начинаю, да, вращение вокруг, вокруг носка, да, то у меня на самом деле происходит... А вот не произошел, да. Почему не произошел? Потому что в момент удара, да, у меня вот такое положение было, а не вот такое. Да, то есть если я сделал движение сюда, да, то есть вот так у меня не перелетит мяч, да, а вот так, поверим, он перелетает. Еще раз показываю, да, то есть вот так он перелетает, вот так он не перелетает. Давайте еще раз покажу, как он не перелетает, да. То есть он не может перелететь, да, при том, что все я делаю одинаково, да, если ручка моя ракетки впереди, надеюсь, на камере это видно, то есть я поставил движение, и вот у меня вот здесь движение, да, и у меня прекрасно перелетает мяч. Это такой вот, ну, скажем так, секрет, который вы можете, опять-таки, повторить и сделать, да. Ну, на этом, я думаю. Спасибо. Спасибо.